Матрица Судьбы 25 января, 23 февраля, 21 марта, 19 апреля, 17 мая, 15 июня, 13 июля, 11 августа, 9 сентября, 7 октября, 5 ноября и 3 декабря. Люди, рожденные в указанные даты, родились под символом Матрицы Двойка Бубен. Они всегда стремятся к равновесию и гармонии во всех делах, касается это бизнеса или личной жизни. Несмотря на амбиции, подталкивающие их постоянно осваивать новые горизонты, приносящие материальное благо, они чувствуют себя комфортно только в деловой паре. И бизнес, и личная жизнь для них поиск своей половинки. Для бизнеса мы имеем амбициозного человека, способного на ведение самостоятельных бизнес-проектов, но получающего большее удовлетворение и чувство спокойствия, действуя в паре. Взаимодействие в паре создает для них ощущение безопасности и гармонии, так необходимы им. Однако не спешите расслабляться, если они выбрали вас своим партнером, ибо действуя с низшей стороны своего характера, они могут просто использовать вас. Это происходит в том случае, если они запутались в жизни и не смогли задействовать свой внутренний потенциал. А потенциал у них огромный. Они обладают огромной интуицией, которая ведет их по жизни и помогает находить выходы из самых сложных ситуаций. С помощью нее они видят все варианты предполагаемого развития событий и с ловкостью жонглируют этими вариантами. Пока партнер думает, как ему дальше поступить, какой сделать следующий шаг, наши люди уже подобрали оптимальный вариант для себя и им остается только подвести другого к своей цели. В материальном плане эти люди могут быть очень успешны на протяжении всей жизни. Со стороны матрицы судьбы у них нет отрицательных влияний в этой сфере, если только не их собственные грехи, когда люди опускаются и живут с низкой стороны своего характера. После 64 лет судьба обещает им материальное благополучие, которое часто приходит от владения недвижимым имуществом или бизнеса, связанного с недвижимостью. Они могут быть реализованы в любых профессиях, связанных с любым видом деятельности. При этом им нравится общаться и устраивать дела других людей. Посмотрим на их личную жизнь. В личной жизни они всегда ищут дополнения, считая, что только в гармоничной паре человек может быть счастлив. Не только ищут счастья для себя, но и стараются создать отношения, в которых счастлив их партнер. Их идеи и принципы в любви достойны восхищения. Они от всего сердца желают осчастливить людей, которых любят. Человек любви может быть счастлив, отдаваясь своим чувствам полностью. И вот тут и кроются проблемы для двоих губновых. Им трудно быть погруженными в бизнес и в любовь одновременно. Если они хотят испытать все прелести любви, то наступает период забвения на работе. Если они увлечены бизнесом и карьерой, то семья или возлюбленный остаются в стороне. Они не могут идеально совместить эти два аспекта. Поэтому, если ваш партнер Двойка Бубновая забросил бизнес, есть вероятность, что он любился по уши. Двойки Бубновые должны благодарить судьбу за возможность поддерживать хорошее здоровье в течение всей жизни. Матрица не предусматривает для них подобных испытаний. И среди них много долгожителей. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин – Двойка Бубин, рожденный 7 октября. Когда Владимир Путин впервые был избран президентом, многие астронги развели руками, потому что на тот момент звезды этого не предрекали. Но если посмотреть на матрицу судьбы президента России, то мы увидим, что выборы президента Российской Федерации, волей судьбы, приходятся на период, который для Владимира Путина является самым благоприятным для него в году согласно матрице, и обещает ему стабильность, несмотря ни на что. Это март и апрель. Учитывая, что Владимир Путин родился под знаком весов, дополнительное влияние матрицы судьбы также благоприятное, хотя есть и проблематичные узелки. Восьмерка Трифовая – дополнительный символ, характеризующий путь Владимира Путина из-за принадлежности к знаку весов. Эти люди имеют власть над своим умом. Благодаря этому они могут легко взвесить любые предлагаемые обстоятельства и уравновесить свои эмоции. Они остаются равновесными почти в любой ситуации. Это большое одолжение для нервной системы любого человека. Им под силу находиться всегда в состоянии ментального и эмоционального баланса, если только они этого захотят. Они владеют вниманием больших групп людей и благодаря этому могут добиться успеха в профессиях, связанных с общением с массами. И о вышеупомянутых узелках. Эти люди практически не меняют свои взгляды на взгляды и мнения других людей. Они руководствуются своими принципами, с которыми родились. Казалось бы, это плюс. Это помогает сохранить стабильность в жизни. Но в определенный момент такая приверженность идеям и принципам тормозит дальнейшее развитие человека, ибо ничто не может быть абсолютно постоянным и незыблемым. Неизбежно река жизни приведет их в то русло, когда необходимо что-то поменять. Идеи имеют свойство стареть, а принципы тормозит дальнейшее развитие. После испытаний, как правило, люди становятся сильнее, если сумели пересмотреть убеждения, отжившие свой срок. Выбирая президента страны, мы в какой-то мере выбираем и влияние матрицы его судьбы для всей страны. Для России президентство Владимира Путина принесло развитие деловых контактов, менеджмента как в России, так и зарубежными партнерами. И это будет оставаться в приоритете, пока Владимир Путин будет президентом Российской Федерации. К слову сказать, действующий министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров также двойка в новое, рожденный 21 марта. Я думаю, эти двое понимают друг друга с полуслова. Субтитры создавал DimaTorzok